This conference will now be recorded. Аудитории, так сказать, или ваша комната домашних будут слышны. Итого, значит, чем мы с вами будем заниматься и, соответственно, немножко познакомимся с теми, с кем я еще не знаком или кто со мной не знаком. Так, значит, у нас сегодня минут 45, ну, может быть, там задержимся минут на 5 семинар, посвященный снова пользовательским именам. Это у нас с вами вторая часть, первую часть многие уже посещали. Если я рассматриваю, так, за микрофончиком, пожалуйста. Кто у нас с включенным звуком? У кого там чай, свиститель и что? Да, все, спасибо. Наталья, 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 это у вас, скорее всего. С микрофоном борьба. Так, значит, первая часть у нас с вами была знакомство с пользовательскими именами. И мы с вами говорили о том, как создаются имена, какие символы можно использовать в именах, как создавать имена ячеек и диапазонов. Сегодня мы чуть-чуть эту тему продолжим. Поговорим о том, как создавать имена динамическим диапазоном, то есть диапазоном, которые могут изменять размер, то есть увеличивать или уменьшать количество ячеек, из которых берутся данные. И как в качестве источника именованного диапазона вставлять формулы. О себе немножко. Со мной многие уже знакомы. Меня зовут Сидорова Елена Владимировна. Вот я 13-й год работаю в специалисте. До этого почти 20 лет работала в школе. Преподавала математику и информатику. Плюс к этому участвовала в проекте президента, когда в 2003 году мы начали подключать школы к информатизации системы образования. Ну и в качестве преподавателя и методиста методического центра. Также я являюсь сертифицированным тренером Microsoft. И с 2013 версии постоянно подтверждается экспертный уровень по Word, Excel и программе PowerPoint. Вот. Значит, начнем практиковаться. То есть поговорим о том, как наши темы можно приложить на практику. Начнем со следующего. Например, есть у меня некая таблица с некими числовыми данными. Это у меня будет простая табличка с окладами. И вот эти данные у нас с вами, естественно, могут меняться. Плюс к этому у нас может изменяться размер или список наших сотрудников, то есть размер вот этого источника. И, допустим, нам необходимо на текущий момент времени иметь следующую информацию. Узнавать минимальное, максимальное. Я не буду говорить о сложных вычислениях. Это стандартные функции, которые знают все. Максимальное, минимальное, среднее. И суммарное значение столбца оклад. Но изначально мы что делаем? Мы просто включаем сумму. Я начну с самого простого. Идем на нужный лист. Выделяем либо диапазон, либо столбец. Многие столбцами выделяют. Я сейчас, чтобы не тратить время, буду пока пользоваться тоже выделением столбцов. Ну и получать некую информацию. То есть мин, соответственно, макс. Я надеюсь, что все знают, как вводятся формулы. То есть, вернее, функции используются. То есть мы ставим равно, начинаем писать имя функции. И из списка выбираем либо двойным щелчком мыши, либо клавишей tab. Если вы добрались до нужного имени. Затем, соответственно, мы снова выделяем либо диапазон, либо столбец. Ну как бы и так далее. Среднее значение, SR-знач. Ушли на лист, выделили. Но давайте покажу. Напомню, как выделяется диапазон. Например, G2 встаем, Ctrl-Shift-стрелочка вниз. И мы выделяем до конца заполненных ячеек. В чем разница между выделением столбцов и строк? Соответственно, я пока буду говорить. Подключу сумму. Если мы выделяем столбцами, мы что плохо делаем? Мы делаем плохо, что выделяем лишние ячейки. И если бы это были сложные формулы, Excel бы пришлось потрудиться достаточно долго. То есть мы увеличиваем время вычисления наших данных. Но когда мы выделяем, например, данные диапазоном, это плюс в уменьшении источника, соответственно, уменьшение времени расчетов, минус в том, что если у нас с вами будут дополняться эти исходные данные новыми значениями, то нам придется за этими формулами постоянно следить и высматривать, не увеличились ли, не уменьшились ли эти диапазоны, соответственно, что-то изменять. Так вот, что касается динамических диапазонов. Ну, во-первых, многие, кто работают в Excel, знают, что у нас есть такой объект работы с данными, как умная таблица. Давайте я создам копию этого листочка. Итак, умная таблица или динамическая таблица или форматированная таблица по-разному называют, создаются разными способами. Мы часто рассматриваем этот объект. Например, это либо клавиша Ctrl-T, сочетание клавиш, либо форматировать как таблицу. Достаточно встать в любую чеку и, соответственно, выбрать, например, через форматирование какой-нибудь стиль оформления. Подтвердить, что у нас таблица содержит заголовки, то есть первая строчка из заголовочек. Ну и, соответственно, размер исходного диапазона программа подтянет сама. В чем плюс? Плюс в том, что когда мы будем добавлять новые данные, просто введя, например, вот здесь вот новые значения, мы расширяем источник и, соответственно, у нас списочек будет постоянно изменяться. Но при этом, как изменятся наши формулы, вот эти вот исходные, нам придется что делать? Например, я опять же на примере минимума выбрать минимум, идти в сотрудники, выделять столбец с окладами. Причем, смотрите, я выделяю его вот таким вот образом, а программа нам подписывает, что это некий объект таблицы под каким-то именем, мы их можем проименовать, и из этой таблицы берется столбец с окладами. Вот, значит, сейчас у нас эти значения совпадают. Теперь для примера. Для примера я в новой ячейке введу какое-нибудь значение, например, просто 500, и давайте посмотрим, изменилось ли у нас значение в ячейке. Вот, смотрите, значение изменилось, причем первое значение изменилось, потому что мы выделялись столбцами, и он новую ячейку подтянул, а второе из-за того, что у меня таблица как объект динамический имеет свойство изменять размер, как бы, соответственно, по высоте, и, соответственно, эти значения тоже подтянулось. Вот, но бывает такая ситуация, что умную таблицу мне создавать нельзя. Выделять столбцами, например, я не имею привычки, а многие специалисты именно так работают, то есть не столбцами, а диапазонами работают. Тогда как же мне сделать так, чтобы можно было не заморачиваться на изменение размеров? Вот, в этом случае, в этом случае можно сделать следующее. применить некую функцию, которая будет формировать размер вот этого диапазона, и мы эту функцию используем на третьем уровне Excel, когда мы изучаем нашу программу. Вот, эта функция называется смещ или смещение, или offset в английской версии. Давайте я вам сначала идею расскажу этой функции. Например, есть такая необходимость формировать разные диапазоны на основе какого-то источника. К примеру, мне нужно сформировать диапазон, допустим, список должностей вот отсюда, вот досюда. Давайте я выделю каким-нибудь цветом. А потом нужно будет, например, вот этот диапазон сформировать, или вот этот диапазон, или вот этот диапазон. То есть разные размеры, разные столбцы и так далее. А может быть, по каким-то причинам мне нужно будет сформировать диапазон, который будет начинаться со столбика А, ну и захватывать, допустим, столбик H какой-то высоты. И все это нужно сделать прямо в одной формуле, чтобы не было необходимости постоянно перевыделять этот диапазон. Что мы с ним будем потом делать, это уже будет зависеть от ваших поставленных задач. Итак, значит, как работает функция смещения? У этой функции есть несколько аргументов. Естественно, первый аргумент называется ссылка. Ссылка – это начальная ячейка исходного диапазона. В нашем случае это ячейка А1. Естественно, если вдруг формулу вы собираетесь куда-то копировать, начальная ячейка должна быть всегда зафиксирована. То есть сразу жмем F4, делаем абсолютную ссылочку. Далее. Далее второй аргумент. Второй аргумент называется… Давайте я подведу немножко повыше вот сюда. Называется смещение по строкам. То есть мне нужно сказать, как Excel будет добираться вот до этой ячейки, до главного бухгалтера. То есть он должен от ячейки А1 спуститься вниз на несколько ячейок и потом пойти вправо тоже на несколько ячеек. Соответственно, сейчас мне нужно спуститься вниз на 4 строки. на 4 строки. Я пока ставлю четверку. И мысленно я себе говорю, что мы добрались до ячейки А5. Теперь мне нужно попасть в столбик F. Это значит, что смещение по столбцам должно быть раз, два, три, четыре, пять. То есть на 5 столбцов вправо я должна уйти. Значит, следующий аргумент будет равен пятерочке. Теперь далее. Далее опять же мысленно. Мы попали в ячейку F5. А теперь мне нужно сказать, а эта ячейка будет одна или их будет несколько? И за это отвечают следующие два аргумента. Называются они высота и ширина. То есть высота ячейок вниз и ширина – это сколько столбцов вправо. Что у нас получается? Ширина – это один столбец, то есть это единичка. Теперь высота. Вот, высота. Давайте посчитаем. Мы с пятой по девятнадцатую строчку. То есть, ой, 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 ой. Девятнадцать минус пять у нас с вами получается. Четырнадцать плюс один. Чтобы пятая строчка у нас не уходила, будет, соответственно, пятнадцать. То есть у нас будет пятнадцать строк и один столбец. То есть высота пятнадцать, ширина – один. Как я уже говорила, я сейчас не заморачиваюсь на то, чтобы вычислять вот эти параметры. Теперь, мне повезло, что у меня версия 365 офиса, соответственно, сейчас мы проверим. Сейчас мы видим с вами, что сформировался диапазон, вот как раз тот, который я выделила желтым цветом. Почему говорю, что повезло? Потому что 365 офис обладает особыми свойствами. У них появились, у него появился некий объект, которого не было в более ранних версиях, называется динамические массивы. И вот эта функция смещена не только задает первую чейку, а может выдавать, как вы видите, у меня сейчас весь массив. Но, смотрите, все остальные строчки имеют строка формул серенькая, видите? Только в первой чейке сама функция написана. Это говорит о том, что в данном случае этот массив такой для нас с вами виртуальный. Теперь смотрите дальше. Если я смещусь не на 5 столбцов, а на 6, то есть вот пятерочку поменяю на шестерку, он мне выдает список окладов. Так вот, функцию смещ мы в нашем курсе обычно используем для того, чтобы обсчитать вот этот виртуальный диапазон стандартными нашими функциями, мин, макс и так далее, суммам. И, соответственно, если я сейчас поставлю в ячейку функцию сумм, мы получим с вами общий результат. Это для того, чтобы вы понимали, зачем мы это все творим. Вот. Так вот, смотрите, возвращаясь к нашей задаче, то есть функцию смещ я вам рассказала, как она работает. Вот. Значит, я хочу, напоминаю, что хочу сделать, я хочу сделать так, чтобы программа мне показывала диапазон окладов, то есть диапазон данных в столбике G на текущем листе, но сама проверяла, какой размер, начиная с первой ячейки, по высоте. И этот размер будет зависеть от количества заполненных ячеек в данном столбике. Предполагаю, что на этом листе внизу под этой таблицей никаких данных больше нет. То есть всегда у меня столбик оклад будет содержать только первые заполненные ячейки. Внизу там ничего не будет. Так вот, что предполагается? Предполагается в этом случае, что мы можем использовать функцию смещения. Начальной ячейкой будет у нас с вами ячейка, и здесь можно G1 и G2 выбирать по вашему желанию, но я начну, допустим, с G2, то есть только числовые данные. Почему так? То есть почему можно с G1 начинать? Потому что наши функции обработки, стандартный min, max, sr, знач и sum, они не обращают внимания на текстовые ячейки, поэтому ячейка G1 вполне может попасть в выделение. Итак, G2. Естественно, эта ячейка должна быть зафиксирована, поэтому применяем клавишу F4. И теперь повторяем то, что мы с вами уже рассмотрели на предыдущем примере. Итак, смещение по строкам. То есть мы должны начать наш диапазон с той ячейки, в которой мы сейчас находимся. Поэтому смещение по строкам у нас будет отсутствовать. Это значит ноль. Смещение по столбцам. Мы рассматриваем столбик G, поэтому смещение по столбцам тоже будет отсутствовать. Но мы не можем эти аргументы проигнорировать, потому что это обязательные аргументы. Теперь высота. А вот смотрите, высота зависит от количества заполненных ячейок в столбике G. И все вы наверняка знаете, что у нас в Excel есть функция, которая называется счет ZM, считать заполненные ячейки в выделенном диапазоне. Что здесь? Здесь мы можем с вами выделить, ну, многие что делают? Начинают с ячейки G2. По ячейку там, допустим, G5 или 50 тысяч, если знаете, что больше этого значения у вас никогда не будет. Можно проигнорировать это и просто выделить столбец. Со счетом он справляется достаточно просто. Но помните, что в данном случае он просчитает у нас с вами 26 позиций, а у нас их всего 25 числовых. Что для этого нужно будет сделать, чтобы у нас потом все правильно было, либо отнять единицу, либо можно чуть-чуть схитрить. Есть у нас функция, которая называется счет. Если вы работаете с числовыми данными, то функция счет в этом столбце посчитает только количество чисел. То есть вариант первый, счет Z, берем весь столбец и отнимаем единицу, это строка заголовка, чтобы она не попала. Или вариант номер два, вот здесь, мы убираем фуковку Z, выбираем просто счет и выделяем весь столбец G. И тогда строка заголовка сама исчезнет из результатов. Но помните, если вы формируете числовой диапазон, вы можете это сделать. Если вы выбираете текстовый диапазон, что, например, мы будем применять в примере выпадающих зависимых списков, то тогда выбирайте вариант номер один. Итак, высоту мы с вами определили как количество заполненных числовых ячеек. Но и остается указать ширину. Ширина это количество столбцов. Напоминаю, что у нас все аргументы, которые написаны в описании или в подсказке в квадратных скобках, это необязательные аргументы. Поэтому если вам, как мне, например, иногда лень чего отписать, то единицу можно не прописывать. Тогда точку с запятой тоже нужно будет убрать. Но давайте я напишу, чтобы уж был полный вариант. Итак, смещаемся от ячейки G2 на 0 строк, на 0 столбцов. То есть мы формируем начало диапазона. И теперь высота диапазона у нас считает количество числовых ячеек в столбике G и ширина это единичка. И вот опять же в 365 офисе вы можете увидеть вариант наших значений. Если я введу вот здесь какое-то новое, то вы увидите, что это значение автоматически попадает в наш диапазон. Если я сотру, то оно, это значение, исчезнет из этого диапазона. А теперь фишка. То есть почему мы заговорили об именах? Мы можем вот эту функцию, я ее сейчас скопирую. Мы можем ее использовать в качестве имени диапазона оклад. И как это будет работать? Напоминаю, есть несколько способов создания имен. В данном случае нам будет удобно использовать имя, вернее создание имени через либо вкладка формулы задать или присвоить имя, либо правая кнопка мыши присвоить имя. Итак, стандартный полуручной полуавтоматический способ. Итак, вкладка формулы задать или присвоить имя. Имя нам нужно будет написать вручную. Допустим, я напишу оклады. А вот диапазон у нас с вами будет не выделяться вручную, как многие делают и многие привыкли. А вот сюда мы вставим нашу формулу. То есть равно, смещи, все остальное. Формулу мы могли писать и здесь вручную. Если бы вы знали, как это должно быть написано. Но в данном случае я написала, показала вам результат и скопировала. Нажимаю на ок. А вот теперь как это использовать? Итак, я возвращаюсь на лист, где у меня задачка. И начинаю писать. Равно мин. И помните, имена мы можем вставлять тремя способами в формулу. Первый способ начать писать. То есть я пишу ок. И у меня в списке функций есть еще перечень наших имен. В данном случае имя оклады. Выбираю табом. Завершаю. Что же у нас получилось? Получилась у нас небольшая неприятность. Неприятность заключается в чем? Сейчас я попробую исправить. Тут здесь есть два варианта. Либо имя. Я просто не закрыла предыдущим файл. А листы скопировала. Оно могло прийти из другой книги. То есть не создастся. И вариант номер два. Иногда в именах в данной функции смещ не хватает одной функции. Сейчас давайте попробуем подправить. Да, да, да. Здесь в именах уже притащились имена из других файлов. Так, окей. Сейчас я посмотрю, что у нас по докладам. Да, здесь другая формула. Ну что, тогда репетиция продолжается. И что нужно будет сделать? Нам нужно будет вот эту формулу еще раз скопировать и задать другое имя. Давайте я напишу сотрудники, нижнее подчеркивание, оклады. Итак, сутер около. Так, попытка номер два. Так, равно мин. Так, выбираю имя. Да. Значит. Значит, вариант номер два. Какая может быть еще проблема? Функция смещ в именах иногда некорректно работает, если мы не добавим вот сюда некую функцию. Так, сейчас мы ее доделаем. Так, сотрудники два. Так, сейчас, секунду. Допишем. Так, и второй момент. Все, я поняла, что у нас там было. У нас с вами, у нас с вами. Не зафиксирован был столбец в формуле. Почему это я так? Сделала. Было. Не. Понятно. Вот, кстати, да. Проблемы, которые мы должны с вами уметь распознавать. И исправлять. Пробуем. Еще раз. Так, имя. Да, диспетчер задачи. Я вызываю через control единичку или через формуу диспетчер имен. Выбираю имя, свойства которых нужно изменить. Так, сотрудники, диапазон, все здесь. Вот, столбец джим. Сейчас я его зафиксирую. Так, галочку пометили. Окей. Вот, все получилось. Значит, еще раз. Мы написали формулу где-то. Почему я и говорю, что часто пишут при создании имен формул прямо там? Потому что там точно у нас не собьется вот эта вот вся история с копированием формул. То есть зафиксировали столбик G, чтобы не съехать. Зафиксировали ячейку G1. Все остальное у нас как константы. Ну и, соответственно, остается нам с вами проверить. Ну, например, давайте сумму посчитаем. Alt равно или равно сумму. И в качестве источника мы с вами напишем имя сотрудники оклады. Жмем Enter и получаем нужное значение. Вот. Соответственно, если у нас с вами будут какие-то изменения, давайте я снова 1000 напишу как новое значение. Минимально у нас должно пересчитаться. Вот оно 1000. И максимальное значение тоже, вернее, суммарное значение тоже пересчитались. То есть, смотрите. Если у вас есть возможность сделать умную таблицу, это здорово. Вы ее создаете, тогда у вас нет необходимости смотреть за размером наших, за количеством наших данных, строчек. Программа за этим будет следить сама. А вот если вам нельзя делать умную таблицу, тогда вот можно поступить таким образом. Причем, что интересного, мы можем с вами еще сработать таким образом. Если вы знаете, что у вас есть несколько похожих таблиц, например, сейчас я просто скопировала вот эту исходную таблицу на два листа, отдел 2 и отдел 1, но изменила значение наших окладов. Так вот, если мы захотим, чтобы, например, давайте я столбик вот сейчас выделю здесь, здесь мы будем писать новые значения, чтобы у нас значения автоматически менялись при изменении, при выборе нужного отдела, тогда мы тоже можем немножечко схитрить. То есть смотрите, первое, что я делаю, я в ячейке А1 создам выпадающий список из названия отделов. Это мы с вами должны уметь. Вкладка данных. Если не умеете проверку данных, сейчас мы рассмотрим достаточно быстро. То есть встаете в ячейку или выделяете диапазон. Вкладка данные. В группе «Работа с данными» у нас есть инструмент «Проверка данных». Подробно мы этот инструмент изучаем на втором уровне, ну, либо, опять же, вы можете где-нибудь подсмотреть либо наши семинары, либо как с этим инструментом работать, где-нибудь в интернете найдете. Итак, мы выбираем с вами список. Список у нас с вами бывают с разными источниками. В данном случае источник будет состоять всего лишь из двух значений, поэтому я их вручную ввожу здесь. Это у меня будет название листа отдел 1 без пробела, точка с запятой, переход к следующему, и отдел 2. Если у вас значения будет много, соответственно, вы можете создать справочник, мы тоже сейчас посмотрим, и по справочнику можно будет делать ссылку. Итак, отдел 1 и отдел 2. Соответственно, я выбираю отдел 1, и вот здесь у меня должно быть показано минимальное, максимальное, среднее и суммарное значения столбца «Оклад» данного отдела. На источниках, что важно, обязательно всегда смотрите источники, анализируйте, можно ли все это сделать в одной формуле. На источниках все оклады находятся в столбике G. И в первом отделе, и во втором отделе. Опять же, на третьем уровне мы рассматриваем сформирование динамических ссылок, которые могут менять название листа, но ссылаться, например, на одну и ту же черву или на один и тот же столбец. Сейчас коротенько. Смотрите, если мне нужно создать ссылку на данные столбца G, предполагаю, что это будет всегда диапазон с G1 по G26. Сейчас пока для примера. Соответственно, что я могу сделать? Я могу, конечно, поставить равно, сходить на нужный лист и выделить нужный диапазон. И на этом нажать на Enter. Правда, сейчас будет формироваться ошибка, если это будет не 365 офис. Почему? Потому что диапазон данных Excel должен как-то обработать. То есть здесь нужна будет какая-то агрегирующая функция. Сейчас он мне просто список этих значений вот здесь вывел. Значит, если я добавлю функцию SUM, впереди я получу суммарные значения. Но мне сейчас важно показать вам вот эту трехмерную ссылку, как она выглядит. Сначала идет название листа, потом восклицательный знак как символ разделителя между именем листа и адресом ячейки диапазона. И дальше идет либо ячейка, либо диапазон. Так вот, смотрите, в данном случае мы предполагаем, что G1, G26 – это будет один и тот же диапазон на разных листах с данными, а вот название листа будет меняться. То отдел 1, то отдел 2, то любой другой. Так вот, мы можем Excel сказать, что вот эта часть у нас с вами является переменной, а вот эта часть является постоянной. Постоянная часть, если помните, в любой формуле всегда прописывается в кавычках. Так вот, такую же фразу я могу прописать каким образом? Отдел 1 я могу взять из ячейки 1. Затем, если вспомните, как работать с текстами, у нас есть некий значок, который называется Ampersand. Мы его называем значком сцепки или склейки. Замена эта функция сцепить в текстовой категории или concatenate в английской версии. Так вот, в ячейке А1 я в кавычках дописываю некую фразу. А фразу беру ту, которая у меня зеленым цветом. То есть восклицательный знак G1, 2, G2, 6. И закрываю кавычку. Сейчас вы видите, что вот эти вот фразы совершенно одинаковые, но последняя является просто каким-то куском текста, фрагментом текста. А для того, чтобы для Excel эта фраза стала ссылкой на ячейку, или в данном случае на диапазон, нужно применить некую волшебную функцию. Функция, которая превращает текст, похожий на имя или на адрес диапазона, или ячейки. Называется, многие из вас, те, кто ходил на третий уровень, уже знают, называется она dvsl или indirect в английской версии. Так вот, смотрите, для тех, кто не в курсе, я дописываю эту функцию, нажимаю на Enter, и у меня с помощью моего 365 офиса формируется этот диапазон. Во всех остальных офисах этот диапазон формируется в виртуальной памяти Excel. То есть он сформирован, но мы его не видим. Но нам нужно его что сделать? Нам нужно его обработать функцией, например, той же функции min. И в этом случае я просто перед нашей dvsl дописываю min, или max, или sum. И впереди, дописала, закрываю в конце скобочку. Вот у нас получается нужное значение. То есть минимальный оклад на листе отдела. А вот если я в ячейке А1 поменяю отдел 1 на отдел 2, у меня эта формула, смотрите, сразу же пересчитает минимальный оклад в отделе 2. Меняю отдел, и он снова мне пересчитывает. Смотрите, какое волшебство у нас получается с вами. Нам не нужно 50 формул писать для 50 отделов. Мы просто пишем 1, а в ячейке А1 мы меняем имя листа. Но это важно. Текст, который находится в этой ячейке, должен стопроцентно совпадать с именем листа вашего диапазона. Ну и в данном случае еще диапазоны должны находиться в одном и том же столбике. Так вот, давайте посмотрим, как можно, как можно, мы же сегодня работаем с именами, с динамическими именами, как можно нашу вот эту формулку, которая мы со смещением там, да, доработать, чтобы она могла брать данные столбика оклад с разных нужных нам листов. Я ее буду писать сейчас вот на этом листе, прямо вот здесь. Мы с вами это будем проговаривать. Надеюсь, вы поймете, как это все формируется. Итак, функция смещ. Смещ или offset в английской версии. Начальная ссылка. Значит, начальная ссылка у нас всегда ячейка G2, но на разных листах. Я еще раз вас прошу обратить внимание вот на эту запись. Если убрать вот эту частичку с двоеточием, то ячейка G2, ну или G1 можно тоже взять. Это у нас с вами как раз та ячейка, которую нам нужно сейчас сформировать. Значит, смотрите, имя листа мы с вами берем вот отсюда. Далее, вот этот текст, который у нас сейчас зелененький, мы будем дописывать с помощью значка амперсанда и в кавычках. И эту фразу мы с вами через функцию dvsil превратим в реальные адресы чеки. Поэтому, начиная с dvsil или offset. Ссылка на ячейку. Сначала имя листа. Имя листа мы будем брать из ячейки A1. И тут, опять же, так как я эту формулу потом буду вставлять в качестве имени диапазона, вернее, диапазона под нужным именем, я буду ячейки фиксировать. Итак, A1 фиксированная. Далее, значок амперсант. И нужно приклеить константу. А константа у нас с вами восклицательный знак g, ну, допустим, 1 поставим. Итак, константа, значит, кавычка открывается. Восклицательный знак всегда значок, который идет после имени листа. И дальше на латинице я пишу g1. Закрываю кавычку. Закрываю скобку. И сейчас у нас с вами вот эта функция сформировала начало нашего диапазона. Ячейка g1 на указанном нами листе. Идем дальше. Точка с запятой. Смотрим. Смещение по строкам. Так как я указала ячейку g1, а нам нужно начать числовой диапазон, значит, мы смещаемся на одну ячейку вниз. Далее. Точка с запятой. По столбцам мы смещаться не будем. То есть мы также в g столбике будем находиться. Теперь по поводу высоты. Высота это у нас с вами количество числовых ячеек в столбике g. Раз опять же числовые ячейки, мы можем взять функцию счет. Если бы это были разного типа ячейки, значит, мы взяли бы с вами счет z. Итак, функция счет. И что мы должны просчитать? Мы должны просчитать количество числовых ячейок в столбике g на указанном листе. И опять мы начинаем с функции dvsl. dvsl. Имя листа из ячейки a1 фиксированный. Дальше. Значок амперсанта. К имени листа мы приклеиваем с вами восклицательный знак. Столбик g. Столбик g. g двоеточие g. Кстати, смотрите, мы пишем с вами это все в кавычках как текстовую константу, поэтому значки доллара здесь ставить не обязательно. Но в принципе они не нужны. Итак, это столбик g на указанном листе. Ну и остается поставить ширину. Ширина у нас с вами один столбец. Закрываем скобочку. Завершаем. Смотрим. Итак, отдел 1. Сейчас надо проверить. 37,943 и 59,420 концовочка. Совершенно верно. Если мы с вами допишем какое-то новое значение, оно появляется. Все замечательно. Если уберем, оно исчезнет. То есть мы сформировали с вами функцию, которая будет этот диапазончик указывать. Давайте проверим. Меняем отдел 1 на отдел 2. Формула 38,185 начальное значение и 27,448 конечное. Все замечательно. Итак, вот эта формула может быть использована в качестве ссылки на нужный нам диапазон. Но для того, чтобы ее постоянно вот в таком виде не переписывать, а может даже не пугать ваших коллег, которые будут ваши фокусы рассматривать, мы эту функцию копируем и через вкладку «Формула задать имя» присвоим, ну допустим, отделы и оклады. Отделы, нижнее подчеркивание, оклады. И вот эту формулку сейчас сюда мы быстренько скопируем. Нажимаем на «Ок». Давайте будем проверять. Итак, равно «Мин», отделы и оклады. Закрываем скобочку, получаем значение. Давайте проверим. Так, что у нас с вами минимальное значение? Минимальное значение 23,644. Совершенно верно. Дальше, равно «Макс» и снова «Отделы и оклады». Завершили, получили. Равно «СРЗНАЧ». Отделы и оклады. Опс. Пропустили. И равно «СУМ». Отделы и оклады. На всякий случай я начала вам проговаривать способы вызова имен. То есть, если вы помните имя, вы пользуетесь тем способом, которым я сейчас работала. Начинаете писать и выбираете. Второй способ – это кнопочка «Использовать формуле». На вкладке «Формулы». Вот они все наши имена. И третий способ – клавиша «Ф3» на клавиатуре. Она вызывает вот такой список имен, которые тоже можно использовать в качестве источника для выбора. Вот. Таким образом, мы с вами посмотрели, как можно именовать формулы. То есть, присваивать формуле имя и использовать потом в расчетах. Но еще чуть-чуть, как я вам обещала, я задержу вас. Для того, чтобы показать один из примеров, но похожий пример, который мы используем в третьем уровне, это пример создания зависимых выпадающих списков. Например. Например, у меня есть некий источник. Источник, который состоит из нескольких диапазонов. Мы можем их брать не все. В столбике «Д» рейтинги у нас – это умная таблица, поэтому помните, да, мы можем расширять и, соответственно, удалять данные. Он будет сам это все делать. Но мы сейчас посмотрим зависимые выпадающие списки. Можно прямо на этом листочке для того, чтобы все вы видели. Итак, что значит зависимые списки? Например. Например, у меня с вами, у нас с вами будут такие колонки, как смены, бригады, ну и, соответственно, список сотрудников или там участники бригады. Давайте сотрудники. Смены. Опять же, просто напомню, как список на основе внешнего источника создается. Не важно, где вы находитесь, на каком листе. Можно на этом же, но чаще всего справочник находится на отдельном листочке. То есть мы выделяем ячейку диапазон, вкладка данные, проверка данных, тип список. И в поле источника мы просто идем и выделяем вот этот перечень. В данном случае, когда мы с вами выделяем конкретный диапазон, мы завязываемся на конкретный размер этого диапазона. И если у меня добавляется, например, вот здесь пятый элемент, соответственно, вот здесь эта пятая смена никогда не появится. Нам нужно будет либо исправлять источник, то есть заходить снова в проверку данных, изменять, либо вот то, что я вам показывала в начале занятия, соответственно, можно использовать в качестве умной таблицы источника, и тогда новые данные сюда попадут. Вот. Теперь по поводу список бригад. Давайте мы как раз ее сделаем умной таблицей. Так, сейчас я только столбик смещу немножко. Итак, смотрите. Самый быстрый способ вообще к изменению вот этого диапазона, к изменяющемуся диапазону прийти. Это Ctrl-T создать таблицу с заголовками, проверить обязательно флажочек, нажать на Enter, и сразу же Ctrl-Shift-F3. Это один из способов создания имен. Программа предложит нам с вами в строке выше взять имена. Мы с этим согласимся. И в качестве имени слово «бригады» будем использовать для источника выпадающего списка. Для этого на вкладке «Данные» мы открываем проверку данных, говорим, что нам нужен список, а вот источником, я сейчас, кстати, клавишу F3 нажму, мы выберем с вами слово «бригады». Итак, вот это имя будет использовано в качестве ссылки на вот этот диапазон. Жму ОК, и у нас вот сами вот этот диапазон проявляется. Если я напишу какое-то новое значение, это значение автоматически здесь будет отражаться. Если я его удалю, соответственно, здесь еще нужно будет думать о том, как табличку саму убрать, это значение исчезает. То есть, помните, да, я вам показывала, как через смещи, через счет Z сработать. Будет удобнее добавлять и удалять значения. А вот зависимые выпадающие списки, они будут зависеть, то есть список сотрудников будет зависеть от выбора бригады. И что у нас с вами должно быть заготовлено? У нас с вами в каждой бригаде должен быть список наших сотрудников, и этот список должен храниться под именем с названием бригад. То есть, вот этот список должен быть под именем BRIC1, вот этот под именем BRIC2 и так далее. Зачем нам это нужно? Чтобы не писать формулу в проверке данных, если BRIC1, то вот этот список, если BRIC2, то вот этот и так далее, мы можем с вами сделать следующее. Смотрите, сколько у нас этих бригад с количеством человек разных. Мы с вами можем выделить этот диапазон. Это Ctrl-A. Убрать пустые ячейки с выделения очень легко. Запоминайте, очень важное окошко, это окошко, которое находится на вкладке «Главное». В группе «Редактирование» найти, выделить, называется «Выделить группу ячеек» или «Go to special» в английской версии. К нему добраться можно другим путем. Нажать на клавишу Ctrl-G или F5. Это окошко переходов. И дальше в этом окошке нажать на кнопку «Выделить». То есть и тот, и другой способ, переход в окошко «Выделить группу ячеек». Так вот, здесь много чего интересного. Рекомендую приглядеться к этому окошку. И здесь есть команда, которая называется «Константы». То есть данным вариантом мы оставляем видимыми, только заполненные постоянными значениями ячееки. Соответственно, нажму «Ок» и смотрите, что происходит. Пустые ячейки из выделения сразу исчезают. Ну а дальше Ctrl-Shift-F3 или вкладка «Формула» создать из выделенного. Имена мы должны взять из строки заголовка, поэтому галочку в строке выше оставляем, а в столбце слева убираем. Нажимаем «Ок». Так, чего у нас тут ругаются? Не поняла? Общем здесь копирование вставка. Так, еще раз. Ctrl-A, Ctrl-G, выделить. Константы «Ок». Что-то ему не нравится. Так, Ctrl-Shift-F3. В строке выше. Странно. 365-й офис задурил немножко. Хорошо, попробуем вот таким вот образом. Все вроде бы всегда работало. Пробуем так. Итак, Ctrl-Shift-F3. В строке выше. Ок. Да, 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 да. Это опять уже из другого файлика пришло. И у нас с вами должны появиться имена. Вот они, Brick1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот. А теперь смотрите, какая штука. Про функцию DVSL я вам начала рассказывать. В продолжение. Функция DVSL, я напоминаю, она заменяет текст, похожий на существующий адрес ячейки или диапазона. И у нас получается таким образом. Мы встаем в ячейку, где нам нужен список. Заходим на вкладку данные. Проверка данных. Тип список. А вот дальше мы говорим. Я сейчас пошагово буду писать. Загляни в ячейку B2. Ну, B13. Что это значит? Он в нее заглянет и прочитает там текст Brick1. А что дальше? А дальше этот текст нам нужно превратить в адрес. Поэтому вот здесь я впереди дописываю DVSL. Открываю скобочку. В конце эту скобку закрываю. Если формулу собираетесь копировать, соответственно, смотрите на тип фиксации. В данном случае меня абсолютная ссылка устраивает. Нажимаю на ОК. И теперь смотрите. Если бригада первая, то у нас с вами вот эти вот рыбаков, грошев там и так далее. Если у нас с вами бригада пятая, например, идет, то это у нас вот эти сотрудники и так далее. То есть функция DVSL превратила название бригады в имя диапазона, а по имени диапазона проверка данных подцепила наше значение. И насколько вы будете глубоко уходить, может быть, там у сотрудника табельный номер, там еще что-то определять будете, или там варианты рабочих смен и так далее. Вот все это зависит от того, сколько вы будете глубоко назначать вот эти имена. То есть вы можете смены, там под фамилии или под фамилии, там количество детей, там еще что-то. Ну, в общем, какие-то данные еще дополнительно забивать или рейтинг. Вот, например, там у бригады один рейтинг только с первой по третью, у бригады два, там с пятой по седьмую, там, ну и так далее. Итак, небольшой вывод. Значит, мы с вами посмотрели, во-первых, как создаются динамические диапазоны с помощью динамических или умных таблиц, с помощью функции смещения. Начальную ячейку задаем, и количество заполненных ячейок он в качестве длины этого диапазона определяет. Затем посмотрели, как эти функции можно вставлять в качестве источника для имени. И посмотрели, как можно функцию смещения использовать для того, чтобы показать динамический диапазон, который может находиться на разных листах в зависимости от того, какой лист выбран в ячейке А1. Вот. Надеюсь, что-нибудь новенькое вы для себя сегодня нашли. Вот. Теперь по поводу рекламной небольшой составляющей. Все, что мы с вами рассматривали, большинство из наших вести мы с вами рассматриваем на курсе уровень 3 Excel анализа визуализации, в том числе функция смещ. Немножко говорим о ней. И достаточно подробно говорим об использовании функции для ВСЛ. Вот. Там же мы еще рассматриваем пример на выпадающие зависимые списки, как можно поработать. Это курс третий из девяти наших курсов по Excel. Соответственно, кто не проходил, кто заинтересовался одним из инструментов, можете рассматривать данный курс, может быть, для своего обучения. Ну и если хотите, вдруг захотите попасть ко мне, соответственно, ближайшие даты курса третьего уровня у меня – это 14 марта, 18 марта, 31 марта. Вот. Какие-то даты – это подряд идущие дни, а вот 14 по 21 – это либо 2 суббота, либо 2 воскресенья, 2 воскресенья, скорее всего. Вот. Если остались вопросы, задавайте, буду признательна за них. Если нет, то благодарю за то, что вы к нам пришли. Надеюсь, время не потратили зря. И приходите к нам еще. Жду вопросов. Если вдруг не сегодня, то адрес электронной почты вы видите и можете присылать вопросики по этой почте. Ага, спасибо. Елена, Николай, Лариса, Галина, Алексей, Наталья. Да, очень приятно еще вас было увидеть. Спасибо, Светлана. Ну, еще веду Word второй, PowerPoint первый и второй, а в Excel еще шестой. Может быть, в ближайшем будущем к седьмому перейдем. Спасибо, интересно. Спасибо. Дмитрий, Наталья, Марина, Алексей, Михаил, Валентина. Спасибо. Ну, хорошо. Если вопросов нет, тогда я запись отключаю. Еще пару-тройку минут я с вами. Кто не успел написать, пишите. Еще раз всем спасибо и до новых встреч. До встречи. Продолжение следует...